Далее, значит, найдите точки соприкосновения в ваших убеждениях. Павел 6-7 стих говорит, что я сам был абсолютно уверен, что нужно их гонять. И даже за гран-командировки ездил по этому поводу. То есть, обратите внимание, нужно признать, что, значит, есть между вами что-то общее. Понимаете, человек может измениться только изнутри. То есть, Павел говорит, что я сам был точно таким же. Я же тебя прекрасно понимаю, я же с тобой не спорю. То, что ты делаешь, вполне логично. И далее, значит, припомните свою жизнь до обращения. То есть, вы должны признать, что жизнь вашего собеседника по человеческим меркам, по мирским меркам, вполне объяснима и даже достойна. Он делает зачастую то, что в миру считается очень престижным, важным. То есть, это вполне объяснимо. И как вы только что перед этим замечали, что я и сам точно так же делал. Если ты не знаешь ряда фактов, а все соображаешь только своим умом, то это вот совершенно логические выводы, к которым можно прийти. Дальше расскажите, как Бог вошел в вашу жизнь, и как Он действует в ней. Это уже все предыдущее тоже было еще свидетельство. Теперь, собственно, та часть о том, как Бог вошел в вашу жизнь, как Он в ней действует. То есть, ваше свидетельство не столь драматично, как у Павла, да? Что его рассказывают? А кто из нас хочет, чтобы оно было таким, как у Павла? Наверное, мало кто пожелал бы. И понимаете, в разных... То есть, нужно уметь рассказывать о своем обращении. И в зависимости от... Нужно иметь три версии рассказа. Версия на 20 минут, версия на 10 минут и версия на 20 секунд. Потому что зачастую у вас больше времени не будет. 20 секунд, это сколько человек слушает, пока не включает свои защитные механизмы. В послании к Коринфянам 15 главе есть свидетельство Павла на 20 секунд. Вот. И даже если не было столь драматичным обращением, свидетельство все равно может быть, что мои родители... Я вырос в семье, где родители любили Бога, и они научили меня любить Бога, и никогда в своей жизни я об этом не пожалел. Ни разу. То есть, это уже свидетельство. Мое такое свидетельство. Вариант на 20 секунд. Что я через всю систему образования был научен, что Библия всего лишь сказки, не собирался ее читать даже. Но для того, чтобы заставить меня прочесть Библию, Бог меня посадил на Северный полюс в одиночку. И с собой ничего не было, кроме Библии. Вот. То есть, этот дальше... То есть, ну, рассказ уже другой вопрос. Возникнут у человека вопросы или нет? А почему ты не пожалел, допустим, что ни разу в жизни, что тебя научили любить Бога? Как же вот там о удовольствии, о развлечении, прочее, прочее. И уже нужно рассказать человеку, что такое настоящее удовольствие, что такое ненастоящее. Вот. Понимаете, люди могут оспаривать ваши убеждения, мы там говорили, они могут оспаривать ваши ценности, они могут оспаривать ваши доктрины. Но кто сможет спорить против того, что вы пережили? Это не идея, это не доктрина, это не убеждение, это не ценность, это то, что вот со мной такое было. Как в Иоанна 9, 24, 25, призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Что он говорит в ответ? Грешник он или нет, я не знаю. Не мое дело разбираться. Одно знаю, я был слеп, а теперь вижу. Вот с этим, мы можем спорить, кто грешник, кто не грешник, кто правильный, кто неправильный, что по закону, что не по закону, что правильно, что неправильно, это все из области идеологии. Я в этом не разбираюсь. Я знаю одно, я был слеп, а теперь вижу. Вот это факт. И с ним спорить не приходится. Очень интересно, что Бог действует не только в том, что вы делаете, но даже в том, чего вы не делаете. В книжке у себя, по-моему, привожу пример, который рассказал мне весьма один из ведущих апологетов нашего времени, мэри Староки Тейлор, очень разумная женщина, богословский консультант епископа Китер-Бериска. Вот. И у нее сын, когда он был, заканчивал школу, и поступило приглашение, чтобы этот сын принял участие в новогоднем шоу молодых талантов, который каждый год, в конце года, как у нас там песня года, у них там шоу молодых талантов, и это прекрасная возможность и, значит, о себе заявить, и впоследствии работу хорошую иметь, и прочее, он на пианино играл. Вот. И пришло ему приглашение к юному дарованию туда поехать. То есть, это возможность, о которой мечтают все британские школьники, вот попасть туда, но при всем при том, всем известно, значит, как это все снимается. То есть, молодых людей, юридически уже самостоятельных, но все еще только впервые вырвавшихся из родительского дома, вывозят куда-то, значит, в гостиницу с этими всеми продюсерами, операторами и прочее, людьми отнюдь не высшего нравственного сорта. Вот. Там они неделю живут полностью все бесплатно, еда, выпивка, все, что хочешь, неделя, съемок этого шоу. Вот. Это все превращается в один такой кутеж, значит, разврат и прочее, тем более, что многие молодые люди пытаются тем или иным прикистить этих дядей, дабы попасть в программу, в будущее, работу найти. В общем, ходил, явно было убеждено, что человеку, значит, христианину, человеку нравственному там просто нечего делать. Парень молодой, гормоны играют, все как положено, вот, стал вопрос, стоит ему туда ехать, нет, выдержит он или нет тех соблазнов, которые там будут возможны. И она сказала, что мы, говорит, об этом молились, ехать или не ехать, и в итоге согласились, что нужно ехать, и ехать именно, что он должен уехать как миссионер, чтобы этим людям рассказать о будни. Вот, ну вот, неделя, съемок, все как, и рассказывали, время от времени он пытался там кому-то начинать о Боге говорить, он говорит, ну ты здоров, слушай, класс, молодец, ну я пошел. Вот, и он уже был полностью разочарован, расстроен, что неужели, потому что они думали, что это ответ от Бога, что он должен там поехать как миссионер, ну вот, а в итоге ничего не клеится, просто никто даже слушать там не хочет, все заняты своими делами, своими мечтами, своими восторгами и своими наслаждениями. Вот, и вот уже съемки закончены, последний вечер, и они пошли общаться, ну, куда ходят британцы общаться, они ходят в пик-бар. Вот, ну и чтобы проводить время, они решили, значит, сделать, такую организовать игру, что кто-то рассказывает о чем-то самом удивительном в своей жизни, вот, что, чем его жизнь отличается с жизнью любых других людей, что самое удивительное, что с ним происходило, вот, и если такое же было с кем-то еще, то он проигрывает, и тем, у кого это было, ставят по кружке пива. Вот, а если, значит, ни у кого не было, то все ставят по кружке пива ему. Ого! Вот. Ну, ну, то есть, задача была попить пиво, чтобы это не было, как это, организовать как-то, чтобы это не выглядело как простая пьянка. Вот. И, значит, ну, там первый человек начинает говорить, он говорит, я занимался сексом в лифте. Тут же выяснилось, что, значит, он такой здесь не один, тут же, ну, пришлось проставиться. Там, следующее, там, я занимался групповым сексом. Тоже, значит, выяснилось, что не один такой компания. В общем, очередь к этому молодому человеку приближалась, он только молился, чтобы Иисус вернулся раньше, чем до него доедет очередь. Вот. Но Иисус решил немножко подождать. Почему-то у всех, все самые лучшие переживания, что они рассказывали, засеклились на одном на сексе. Вот. И когда очередь до него дошла, то он сказал, я никогда в жизни не занимался сексом. Все поставили в окружке пива. Но почему-то дальше очередь не шла. Все молчали, ждали, ну, парень, что у тебя не в порядке, может, там что-нибудь. Вот. И в конце концов тот не выяснил, задал вопрос, ну, так объясни, почему, в чем проблема-то. Может быть, помочь чем-то может. Вот. Все вместе, дружно. Вот. Но что он говорит, просто я знаю, что Бог меня создал для той единственной, которую он мне предопределил. И я хочу, чтобы я отдал ей себя всего, без остатка, целиком, и принадлежать только ей больше никому. потому что точно так же Бог отдал себя за нас. И вот в этом певбаре тогда же несколько человек отдали себя Христу. То есть, он не рассказал о том, что он делал, он рассказал о том, о чем он не делал. Но даже это отличалось от того, что в мире считается нормальным и обычным. Вот. И явилось свидетельством. 19-20 стих Павел ссылается на пророков. Скажите, свяжите вы ваше свидетельство со свидетельством Слова Божьего. Мы должны помнить, наше слово никакого авторитета не имеет вообще. Это наше мнение. И когда мы спорим с человеком, то это спор о мнениях. Помните, что Павел пишет со слабым в вере? Слабого в вере принимайте без споров о мнениях. Мнение есть мнение. У тебя такое мнение, у меня такое мнение. Я уважаю твои заблуждения, ты уважаешь мои заблуждения. Все нормально. Слово Божье имеет абсолютный авторитет. Если мы не опираемся на него, то мы лишь колебрием груздом. Я должен признать, что я, Чехов говорит, что кто, кто умеет делать, делает, и кто не умеет, тот учит другим. Вот. Я должен сказать, что гораздо больше я учусь на собственных ошибках, чем на тех теориях и прочее. Как-то я ехал из Москвы домой в Симферополь. И знаете, у меня, я завидую людям, у которых есть дар паровозного евангелизма. Вот бывает, человек сел, начинает нормально с незнакомыми людьми рассказывать тут же про Бога и прочее. Я так не умею. Я стесняюсь, я не понимаю, о чем сейчас человеком можно говорить. я наушники одену, в книжку ткнусь, вы, значит, и все. Моя жена, время тренинга, слушай, давай организуем краткосрочную миссию, купим билет до Владивостока и обратно на поезде. Понимаешь, 120 человек в огонь, в общий вагон. 120 человек в огонь, им же от нас никуда не деться. Две недели туда, и недели обратно. Климат нас не самое. Ну, при всем при том, у нее опыт бывал, она время от времени к родственникам на крайний север в Тюменическую область ездила. У меня этого дара нет, и поэтому, в общем-то, я обычно в поезде отмалчиваюсь. Но как-то вот мы ехали, и подсела, села женщина вкупе со мной, и так оказалось, что в купе больше никого не было. Мы оказались там вдвоем. И она сама начала разговор. И она начала разговор именно у Буги. Сердце ее было подготовлено. Вот. У нее был, я уж не знаю, почему со мной, то ли я выгляжу как поп, я не знаю, что-то еще что-то. Но начала она говорить со мной, и я так обрался, ну вот, наконец-то, у меня есть возможность себя проявить. Вот. Ну, и выяснилось, что, в общем-то, о Боге, она все знает, что можно знать о Боге. Вот. И она учительница, человек образованный. Вот. Но она учительница в селе, и у нее, в общем, что ее удерживает от реальных отношений с Богом, то, что в этой селе есть церковь, куда она готова ходить и молиться, православная церковь. Но там в этой церкви два батюшки, которые между собой постоянно, значит, напившись, ругаются, там, дома-то дерутся и прочее. Вот. И ругаются они, и всегда у них, они тоже, то есть, они пока все выпивают, закусывают, все хорошо, потом, может, настала пора поругаться, как в этом самом, в Алисе в стране чудес, вот эти два, которые побили друг друга. Понимаете, вот, все, пора драться. Вот. Они поднимают вопросы, вопрос у них, значит, один у них ярый антисемит, вот, а второй, значит, начинает его доставать тем, что Христос был евреем. И вот они на этой почве, значит, постоянно ругаются и дерутся. Вот. И у нее была куча вопросов, там, о Боге, о любви, но вот эта вот проблема, вот, еврей Христос или не еврей, для нее, вот, была самая большая. И, понимаете, я так торопился, что, ну вот, я могу дать ответы на самые главные вопросы. Ну, конечно же, Христос был евреем, значит, вот, вот, ну, и потом она сошла, а меня Дух Святой стал обличать, опять же, что я сделал. Я от того, реально, то есть у нее, она была действительно готова к Евангелию. Но вот это было препятствие. И я от этого препятствия просто отмахнулся против мнения вот этих батюшек, поставив свое мнение. Это было как проще, вот открыть Библию, Новый Завет, сам в начале, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, и так далее, и все. Тут и о чем больше говорить? Какие еще вопросы, евреи Христос и не евреи? Но это бы был тогда авторитет не мой, это был бы авторитет Слова Божьего. И тогда уже я бы мог дальше говорить совершенно спокойно, потому что я бы говорил с позиции авторитета. А так мы с ней поговорили, и помогло это или помогло, я так и не знаю. Мы должны помнить, что у нас наше Слово, какое бы оно ни было умным, обученным, остроумным, серьезным или веселым, оно авторитета не имеет. Авторитет имеет только Слово Божье. Поэтому всегда мы должны свое свидетельство связывать со Словом Божьим. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Мы продолжаем на примере апологии Павла. Говорить о месте личного свидетельства в апологетике. Мы не просто учимся свидетельствовать, а наша задача – как в нашу апологетику включать свидетельства. И мы видим, что у Павла личная история переплетена с апологией, с разрушением твердынь одновременно. Следующее – расскажите о Христе. Наша задача – не победить в действительности. Задача наша – не познакомиться со своими убеждениями. Задача – познакомиться со Христом лично. Поэтому, если вы каких бы идей не рассказали, если вы не расскажете о Христе, то задачу эту вы не выполняете. Ну, и следующее – не поддавайтесь на провокации. провокации, провокации могут самые любые. То есть, человек, который видит, что его аргументы слабы, он будет кидаться там в провокации, как-то раз, опять же, цыганка в поезде. А ты что, с женщинами, что ли, не спишь? Ну, понимаете, начинать в поезде на ходу устраивать лекцию о Божьем замысле и сезонных отношениях с человеком, для которого Библия не авторитет. Вот. Или, допустим, у Павлока, ну все, мозгами поехал, книжек обчитался, теперь всякую пургу метет. Павел не начинает. Да как ты смеешься? Как только вы поддались на провокацию, вы уже проиграли дискуссию. Это уже действует не Христос в вас, понимаете? Мы уже защищаем себя, свой авторитет, как вы на меня... Вот Павел говорит, достопочтенный фест. Я, извините, сейчас не с вами разговариваю. Вот усидите, рисуйте человечка в тетрадке, потому что, когда я разговариваю со студентом второго курса, то третикласснику этого не понять. Вот я разговариваю с царем, и царь прекрасно понимает, о чем я говорю. Понимаете, ваше величество? И его величество уже в неловком положении. Да, в неловком положении. Ну, ты уж прям тут сразу захотел. Вот. То есть, он тоже подается на провокации. То есть, следующая провокация от царя. Первая провокация была от феста. Прямая, значит, вот. Следующая провокация от царя. Он говорит, что думаешь, что ты так быстро меня вот сразу... А Павел говорит, быстро или не быстро? Но хочу, чтобы вы были таким же, как я вообще, кроме вот этих вот цепей. призовите к ответу. И самым главным в апологии Павла являются не его догматы и даже не его свидетельства, а вот это его обращение к царю. потому что теперь уже мяч на его стороне. И оно безопаснее, когда вы разыгрываете мячик на своей стороне, а на сторону противника его так и не передаете. Ворота противника в безопасности. И он такую игру вы можете принимать с какой угодно. Понимаете? Кто-то будет готов принять Христа, как и Филопский вельможа. Кто-то отвергнет ваше свидетельство, как это сделал Фест. Кто-то будет оттягивать решение, как это делает Агриба. Понимаете? Люди отвергали свидетельство Павла. Люди отвергали свидетельство Иисуса. Какой же нужно гордыню иметь нам, если мы считаем, что наше свидетельство люди не должны отвергать. Отвергнут они его или нет, мы не узнаем, если не будем спрашивать. Поэтому мы должны спрашивать. Быть готовы, что отвергнут. Понимаете, сатана никогда людям не говорит не верьте. Сатана говорит не торопитесь. В разных формах. Это тот же Константин, который крестился всю империю сделал христианскую, сам крестился непосредственно перед смертью, чтобы не успеть нагрешить после крещения. Сатана говорит не торопитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok